Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил федеральным министерствам и правительству Хабаровского края подготовить предложение о целесообразности выбора единственного подрядчика для строительства дамб в Комсомольске-на-Амуре. Информация об этом появилась на сайте правительства России. Сразу две дамбы в данный момент строят в Комсомольске-на-Амуре, и обе оказались проблемными. Власти вынуждены экстренно менять подрядчика. 2 августа во время совещания о развитии Дальнего Востока губернатор Сергей Фургал рассказал премьер-министру о том, что организация, выигравшая аукцион на строительство сооружений, сильно занизила цену. В результате договор пришлось расторгнуть. Сложилась очень непростая ситуация с объектами инженерной защиты города Комсомольск-на-Амуре, второй и третий этап. Здесь тоже проблема с подрядчиком. Подрядчик выиграл аукцион с очень сильным занижением. Поэтому здесь тоже пришлось принять решение о расторжении контракта. И задача наша до конца года заключить новые контракты на строительство дамбы. По действующему закону о госзакупках, конкурс на выполнение работ выигрывает тот, кто предложит наименьшую цену. По словам Сергея Фургала, часто удешевление происходит в ущерб качеству. Губернатор попросил разрешения заключить контракт с компанией, которая будет отвечать запросам краевых властей. Но для этого необходимо специальное постановление правительства. Дмитрий Медведев заявил, что такие проблемы возникают по всей стране. Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсе. Ну вот здесь упомянули вы. Вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят, у нас достала. Значит, Константин Анатольевич, я напоминаю, я два раза давал уже поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков. Эта проблема сплошная по всей стране. В итоге Дмитрий Медведев пошел навстречу правительству Хабаровского края. Он поручил региону совместно с федеральными ведомствами разработать предложение о целесообразности выбора без конкурса подрядчика для строительства дамп в Комсомольске. Документы необходимо подготовить до 2 сентября.